У нас обновочки. Маша в сарафанчике. Давно мы не покупали неких сарафанчиков, а тут вчера вот нашли. И это был последний размер в детском отделе. Я имею в виду последний по возрастной категории. 13-14 лет. Хоть нам только 12 будет, да? Всем привет! Денький день! Начинаем с маленьких бложек. Сегодня мы оделись как истинные дамы. На мне вот такое длинное платье. И у Машеньки сегодня сарафанчик одет. Ах, Медушка в шортиках. Потому что у нас ужасная жара. Ох, как здесь жарко в Машине. Муж мне объяснял, как работает кондиционер в Машине. О том, что нужно ставить сразу на маленькую мощность, а не на большую мощность. И тогда холодный воздух быстрее начнет поступать. Не знаю. Там вообще мне не касается, по-моему. А где Маша у нас? Маша здесь. Машенька, приболела у нас сегодня Машенька. Температурка была с утра, ну, 37,5, пожалуй, так. Не совсем высокая, но мы приняли все необходимые меры, да? У нас горло красное. И у нас ребенок с детства у меня приучен полоскать горло. Вот как только она начала самостоятельно полоскать, принимать таблетки, так она самостоятельно и не боялась уже полоскать само горлышко. И давала мне засунуть там палец. Вот я бинтиком обматывала их, когда смазывала вот йодным раствором. И вообще она привыкла даже, когда я была 2 годика, она спокойно. У нас был такой долфин, устройство для промывания носика, когда вот так вот вливаете под наклоном головы, вливаете раствор соляной в одну ноздрю, и в другую он вытекает. И, конечно же, даже для меня эта процедура жутко неприятная. А ребенок делал это с удовольствием. То есть не то, что с удовольствием, но, по крайней мере, сама приходила, она понимала, что носит, не дышит, она подходила, сама и промывала. Вот. И поэтому у нас с детства нет проблем по принятию лекарств, по боязни каких-то врачей. Она сама, пока мы жили в Феральске, ходила и к стоматологам, и к другим врачам, и даже ушки протыкала себе во второй раз, когда у нас росли. И, в принципе, все это надо было с детства самого прививать. Все вот эти боязни, чтобы исключить и следить за своим здоровьем, все должно быть с самого-самого детства. Правда, Маша? Да, правда. И сейчас мы взяли с собой, конечно же, в пакете, там у нас есть и спреи, и таблетки для рассасывания, и на всякий случай пожаропонижающие, и градусник у нас есть. Поэтому, если начнет ребенок себя плохо чувствовать, мы просто беремся и поедем домой, но при этом лекарство будет плохо. Но премия. Вот. И мы сейчас едем опять в наш Мичумиро-отель. Просто поотдыхаем, позагораем, погубаемся без фанатизма, как в тот раз, когда мы нанырялись, накупались уже без мороженого сегодня, без холодных напитков. Вот. Но на это есть причины. Поэтому те, кто собирается сюда приезжать, в Дубай, особенно в жаркое время, в летнее, вот это вот с конца апреля, с середины апреля и до, наверное, до конца сентября, смело приводите с собой какие-нибудь жаропонижающие, спреи для горла, таблетки для рассасывания, потому что горло это самое уязвимое место для туристов. Вот. Так как на улице сейчас выше 40 градусов, во всех закрытых помещениях температура не опускается ниже, выше, не поднимается выше 20 градусов, поэтому это очень большой перепад температуры, иногда даже 18-19 градусов в молах, и я всегда с собой, у меня вот есть здесь на спинке вот жакетик, кардиганчик, и я всегда с собой вожу, потому что очень холодно, и очень легко заболеть, особенно горло. Вот. Поэтому знайте в этом, и даже когда вы летом едете в Дубай, снова берите с собой какой-нибудь кардиганчик, потому что в молах довольно-таки прохладно, и у меня все ноги мерзут в молах, поэтому иногда у меня даже обувь с собой, вторая пара обуви с собой в машине есть. Да, и шляпу я купила именно красную, вчера тоже купили, и я поняла, что без шляпы сейчас ходить очень тяжело, потому что либо тебе приходится ходить всегда в очках, либо просто одеть шляпу, и при этом у тебя прикрыта голова, и на лице остается день. Вот. Поэтому очки есть, но сейчас они ненужны. Ахметушка у нас драйвит. И да, мы купили для Дубая, мы купили все интертейнеры, и у нас теперь есть все эти книги, там получается книга по всем ресторанам, ну, можно сказать, большинство ресторанов этой книги, fine dining, книга по барам, в которых продается алкоголь, и также хорошие рестораны. Эта книга у нас есть. Cheers. Потом просто Дубай, там где, ну, развлечения всякие, и также рестораны, и у нас есть еще отели, и у нас есть бадди, то есть для спа, фитнесы, салоны красоты, тоже ваучер мы все эти купили. И у нас есть еще две книги в Абудабе. И одна из них сразу окупается, потому что, сейчас поясню, в одной книге, вот в этой, в Абудабе, содержатся три ваучера в Феррари парк, в Феррари ворк. И стоимость одного входа, стоимость входа в Феррари ворк стоит, если мне не изменяет память, около 300 дирхам. Книга стоит 450, по-моему. И вот считаете, три ваучера, и это получается, три человека, если семья, например, или там друзьями, вы ее шесть человек, то есть один платите, один бесплатно, то есть три ваучера бесплатно, то есть, и 50 процентов, грубо говоря, скидка. Вы уже вот на этом походе в Феррари ворк, вы покупаете эту книгу. Помимо этого, там есть также ваучеры в рестораны, в какие-то мероприятия, на какие-то мероприятия в Абудабе. И также, если вы перебудете в Феррари парке, то можете где-то заходить перекусить, и все это, у вас за один буквально, за одно посещение Абудаби у вас окупится эта книга. Мы идем с пляжика. Маленько такие подуставшие, потому что после жары всегда жарко. А, после жары всегда жарко. После жары всегда чувствуешься усталость. Вот. И даже то, что мы приняли здесь в душ, здесь, кстати, очень хорошие душевые, оборудованные. Ну, все, что нужно для душа. Вот. Чтобы принять душ, чтобы потом освежиться после душа. Вот. И мы сейчас идем в отель после обеденной чая у нас с бокалом холодного шампанского. Машинки тут ездят у нас. Машинки тут развозят гостей, кто далеко живет, на виллах и так далее. Вот. Их развозят до, например, ресторанов, до бассейнов. Возле бассейна много народу всегда. Поэтому сегодня мы отдыхали на пляже. Едва бассейна много народа, можно смирить на пляже. Это 지금 вода переполнена бассейном. Бассейн переполнен, то есть водой. И вода выходит наружу, поэтому здесь много сейчас воды. и у нас послеобеденный чай мы как всегда кушаем мы проголодались очень после пляжа и сейчас нам кажется уже то что нам принесли не так много как было до этого вот булочки и десерты и десерты шампанское и кофе очень вкусно мы пришли в ikea сегодня началась распродажа в ikea нам поступила смс к и мы приехали после пляжа посмотреть что мы здесь можем прикупить для нашего дома маша нашла для себя кресло и она без скидки полторы тысячи стоит огромнейшее здесь по картам family карт сегодня скидки до 10 процентов вот в принципе что мы бы для себя хотели приобрести что-нибудь на кухню как всегда для меня может быть кресло маши или полку комнату и не хватает мебель для балкона и зеркало большое на ресторан наконец-то смогу сидел видеть полный рост зеркаля а не половина для обычной мяса вот такие готовые кухни здесь есть готовые решения кухня кухня и А, здесь прям как будто бы студия, здесь сразу комната, и кухня. Народу перед задавшим скидки начались сегодня просто толпа. Даже на входе они пускают сразу, то есть они перегорожены и пускают каждый раз в 10 нахрен. Мы идем с моим Махмедушкой. Мы идем что-нибудь выбирать, Машеньки, и так же мы покушаем. И сейчас мы припарковались в одном моле, а поедем в другой мол на метро, и я покажу, как устроено здесь метро. Вот так. Билеты можно купить в тикет-офис, который за моей спиной, а так же можно купить непосредственно перед входом метро. Здесь вот есть информационный диск. И здесь вы можете купить билетики. И сейчас мы узнаем сколько стоим, и билеты нужно покупать сразу в две стороны. Молвы-Эмиратс. Молвы-Эмиратс. Комбат. Комбат. И принимает гольд. Гольд. Гольд? Гольд. 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 Когда ты берете гольд, у вас будет хороший вагон с видом хорошим. Поэтому здесь метро стоит того чтобы взять гольд. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok мы только что приехали с молодыми рейси мы выкинули вот выходим из метро и мы выбросили свои билетки и что я вам скажу стоимость проезда туда и обратно между молами в золотом вагоне 26 дирхам на одного человека стоимость такси 40 дирхам ну естественно там четыре человека могут влезть то если разделить то есть для семьи для для тех кто путешествует компании лучше брать такси окей окей Субтитры создавал DimaTorzok